Мы продолжаем наш урок по Таню «Короткий путь», который начался с 18 главы и дальше. Мы находимся сейчас в 21 главе, уже второй урок, страница 127. Мы в прошлый урок поняли, что речь у Всевышнего не такая речь, как у людей, потому что речь, которую мы произносим, не смотря, что самые слова, которые я говорил, они для меня по отношению со мной, с моим способностями, с моей жизнью, с моим миром, не смотря, что они очень малые и незначительные, или вообще незначительные, но тем не менее они существуют. Нельзя сказать, что того, что я сказал, не сказал. Нельзя сказать, что того, что я сказал, не имел места, хоть маленький, но имеет. У Всевышнего его речь другой, совершенно другой, такой речь, которой даже это мало вообще не занимается. Поэтому нам надо первым понимать, что такое вообще речь у Всевышнего, что такое речь. И об этом говорит, 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 говорит Ребе следующее, Велойникро дибуру из сборах бешем дибуру, речь которой мы наговорим, что Всевышний говорил, почему называли его речь, почему такое название. Ракал де Рахмошал, это притча, это параллель, есть схожая характеристика между нашей, вид реч, к этому проявлению Всевышнему. Поэтому мы называем этого вида проявлением Богом к нам из слова речь. Что это значит? Так же, в чем параллель? Так же, как, что означает речь у человека? Раскрыть невиданно и неслишно к другому. Раскрыть мои мысли, раскрыть мои чувства, раскрыть мои понимания, я кому другое, я пользую язык, речь. Так же, самое проявление божественности. В таком виде тоже мы называем его. Это наш параллель, что это проявление божественности в стиле речи. То есть, ху мегаке, как ле майло, так же у Всевышнему энсей в Богуху бесконечной, бесконечной, ециат хо ойрвахаюс ми мену проявлений святость и силу от него, мегелем эл-агилуй, который был скрыт, а теперь он раскрытый, ливгой ойлом эйсу лаха ёйсом, сотворить миров, не их оживлять, никого шам дибу. Вот это мы называем речь. То есть, силу Всевышнему, которую он направляет для того, что сотворит нас и оживлять после этого сотворения нас, вот это мы называем речь. Не до конца, ещё чуть-чуть. И так же вся Тору и пророчество, и Писание, которые пророки достигли в их видении, в их пророчестве. Это тоже называется речь. То есть, это понятно или вообще непонятно? Даже она понятна. Есть такая, в синагогу Уребе были отмечены ученики Ешиву, которые шли в разных синагогах в окрестностях преподавать. Ну, не в каждой синагоге есть человек достойный преподавать. Поэтому делали какие-то очередей. И мальчики Ешива, старшие, конечно, пошли в эту синагогу, преподавали, читали сиху и вернулись обратно. И такое выражение было «Пошел», да? А если он учил Тору, и называли это «И вернулся». «Вернулся» значит, он выговорился на иврите. «Хазал» выговорился. А поэтому были такие, которые пошли, но там никого не было, не вернулись, да? Без ничего. Поэтому там было в отчетности написано так. «Пошел» и «Вернулся», «Пошел» и «Не вернулся». «И не вернулся». «Вот то, что вы сейчас...» «Она это вот отсюда взятое, да?» «Пошел» и «Не вернулся». «Вот это...» «То есть...» «Давай объясним это по-простому». «Всевышенному себе понятие...» «Естественно понятие...» «Когда Всевышнему раскрывает себе...» «Перед кем она раскрывается?» «Перед собой?» «Естественно нет». «Кому можно вообще называть это, что Всевышнему себе раскрыл?» «Ну, например, было красное...» «Открылся Красное море» «И написано, что все евреи...» «Даже маленькие малолетки говорили...» «Это наш Бог...» «И я восхищаю...» «Ван Вею...» «Зекили Ван Вею...» «Это называется...» «Вот это раскрылся...» «Перед кем раскрылся?» «Перед...» «Сотворенный...» «Сам собой не надо раскрыть...» «Он сам собой...» «То есть...» «Вообще понимание...» «Раскрыться...» «Появляется только в присутствии...» «Сотворенный...» «Если мы есть...» «То есть...» «Перед нами раскрылись...» «Что это значит, что перед нами раскрылись?» «Дали нам...» «Больше...» «Чувства...» «Или видения...» «Или знания...» «В божественность...» «Больше, чем...» «Была до сих пор...» «Это называется раскрыться...» «Да...» «То есть...» «Что было в этом чудо?» «Открыло Красное море...» «Если мы говорим по-простому...» «Ни никакого вида...» «Достижения...» «Умственно...» «Или знания...» «Они получили из этого...» «Просто...» «Что случилось...» «Когда...» «Открылось Красное море...» «Вот...» «Представьте себе...» «Что мы сейчас стоим...» «Возле пустына Синай...» «В Шага Машех...» «И открывается Красное море...» «Что мы говорим?» «Да Боже мой...» «Это называется...» «Раскрылся...» «То есть...» «До сих пор...» «Мы не выдали...» «Силу Всевышнему...» «Вот открыто...» «Боже мой...» «Вот такое...» «Посмотри...» «Это называется...» «Раскрыться...» «Когда мы говорим...» «Что Всевышнему...» «Раскрывается...» «Это означает...» «Что он раскрывается...» «Перед...» «Чужими...» «Не он...» «Это называется...» «Сотворенный...» «Мы поэтому говорим...» «Как Всевышнему...» «Сотворил нас...» «Мы же понимаем...» «Что мы полностью...» «Зависимы...» «От него...» «Зависимы...» «Настолько...» «Что если он...» «Перестанет...» «Захотеть меня...» «Меня...» «Он должен просто...» «Перестать хотеть...» «Мы говорили об этом...» «Об этом очень много раз...» «У нас великий электрик тут...» «Для того, что...» «Для того, что...» «Для того, что...» «Перестанет здесь...» «Перестанет здесь...» «Бить светло...» «Надо всего лишь...» «Перекратить подачу энергии...» «Электричество...» «Перестали...» «То есть...» «Не надо тут как-то...» «Погонять свет...» «Дув...» «Надуть на него...» «Кричать на него...» «Мурчать на него...» «При чем тут?» «Просто...» Переключай вот этот замкнутый круг, который позволяет Бежать там вот этого электрона, и всё, и нет цвета Мы произносим только не это А? Произносим только не это То есть? Ну, если угодно только не это Но когда свет пропадает, мы произносим только не это Да, 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 да То есть получается, что, что такое свет раскрывания, что всевышний проявляется всевышним Это кому? Не в себе Это нам Нам Когда мудрецов называли определенным видом проявления речи Какой вид проявлений мудрецов характеризовали в словах речи? Речей То есть, есть появление всевышнего несколько названий Например, свет Например, передача Это называется силу Кохот Сил Передача Иногда называются мыслы Да Иногда мудрецов называют этого проявления речи Какой вид Получается, что когда мы говорим, что всевышний раскрывается перед нами вид речи Что это значит вид речи? То есть, почему мы называем иногда того, что всевышний проявляется перед нами свет Святость всевышному, свет всевышному Иногда это проявление в качество коах, сил Да Шефа называется на иврите Нет перевода просто по-русски на это слово Иногда мы называем это мысль всевышному Иногда мы называем это речь всевышному Мудрецов, которые очень хорошо разбирались в этих вещах Просто характеризовали виды проявления всевышному по Ее уровень по отношению к нам Например, когда пророки получили пророчество Что было, когда пророки получили пророчество? Да Мы учили это недавно, в прошлой неделе было целое объяснение Мы или большинство из пророки Увидели определенную историю Независимо от пророчества История И к этому история Дали им сразу Что она подразумевает в себе Вот так То есть У них, например Показали пророки Ремия Какие-то надутые Как это называется Кастрюли А потом объяснили ему, что это означает У пророк Яханскел Он выдал трон всевышному И он объясняет, что он выдал там орел Это Там нет орели Да Это духовное понимание Да Это просто определенная притча Которая в него Скрыт определенный вид месседж Который называется пророчество Вот это называется речь То есть Это Передача Информация Способная Понять Человек Или Сотворенный Доходит К нему Или В другим словам Это передача Отделена Всевышному Который Всевышному Передал Вот это называется пророчество Вот это называется речь Да И поэтому Когда мы говорим Что Всевышному Сотворил мир В десять речей Что это означает? Что Всевышному Сотворил мир Отдельно от него Отдельно от него Отдельно от него Как можно понять Отдельно? Как это понять Отдельно? А дельно в данном Ситуация Означает Что он считает Что он сам по себе То есть Сотворенный Чувствуют Что они Сами себя Сотворили Как мы знаем это? Вот Посмотри на себя Это как Личное Мнение Нет Личное Мнение вы чувствуете что микро вы кому-то обязаны и ваше дыхание вы чувствуете что совершишь вы сами по себе а это логично что не логично вы к утром просыпаетесь душа есть дни душа есть конечно а куда я деть посмотри на уважаемый фальшофутинский он уверен что завтра будет и ходить маршрутку точь точь как в как в прошлый день но у вас это такая ну уверенно это не вариант но это же глупость она может и не ходить человек получили фар не ходила после не ходила в сон не ходила ну а что то что тут ну а что тут удивительно а то есть того что мы того что мы того что мы уверены в своем существовании это жену это же нелогично даже в человеческим меркам даже вид духовное понимание есть так много причина себе не быть уверен в себе не быть уверен намного больше чем быть уверен намного больше ну какая логика какая вероятность и стать завтра сута напротив много много разной вероятности что нет и тем не менее у нас нет проблем мы уверены ну например еще один пример еще один пример простой если я положил вчера хлеб в кухне у меня нет сомнений что завтра он будет почему может быть и не бить куда-то куда-то давай скажем еще более странно на самого странно потому что не мы влияем на этого ситуации никак не чуточку мы уверены что завтра появится солнце почему может перестанет может перестанет вы вы же контролируете не контролируете я не контролирую это перестанет то есть привычка привычка ты правильно говоришь опытный опыт есть то есть привычка дает нам определенная уверенности несмотря что это нелогично то это же это же не мы контролируем это если мы хотим даже не можем контролировать ну напомню вам не говорили об этом то 24 феврала у нас совершенно другой привычки и понимания день после этого почему это прошаталась нас всех отбирали от нас все уверенности просто и отбирали от нас момента вот так несколько ракетой и все уверенности отбирали нас и для нас это завалилось просто на жизнь почему от нас украли уверенности вот этот человек катастрофа но на самом дело как оказалось 24 февраля у нас ничего не гарантировано и тем не менее мы чувствуем что это точно но когда мы говорим о того что мы не видим присутствие всевышнему то у нас это подсомнение подсомнение не знаю докажи что есть не знаю может быть есть может нет вот это результат к чему что всевышнему нас сотворил через такое проявление которое называется у мудрецов речь также как мой речь уходит от меня и он принадлежит кому-то другой это уже не мои слова все закончились то же самое как будто бы всевышнему сотворил нас отдельно от него не для него это не отдельно для него это дальше он для нас это обильно мы так чувствуем почему если они не чувствуют отдельно почему они вообще существуют первое они чувствуют что они есть они просто любят всевышнему но они есть у них нет сомнений что они есть они есть они любят то есть их есть а потом они любят всевышнему здесь у меня шуба если можешь и зонтик и зонтик и тапки и тапки тоже наденьте хорошо то есть получается получается что когда мы говорим о речь что это такое речь это сотворение вы да такая как мы сотворить сотворенный который чувствует себе себе почему это 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 именно у нас говорили правильно у ангелы ангелы это первое проявление вот такое сотворение да они находятся еще в верхнем миров такими потому что до них еще в мир оцелют и конечно выше это называется у мудрецов мудрецов мисл или святость как свет вот свет вот свет это очень простой пример свет я не могу закрыть его в коробке не могу отделить его от лампа свет он такой который должен объязан быть привязан постоянно на его источник во вторых он должен характеризовать и показать какой и есть его источник то есть если это холодный холодный свет он будет холодной холодной лампой будет холодной если он будет яркий яркий белый он будет белый свет А солнце будет теплым и желтым. Вот такой есть. Что есть, то есть. То есть свет, он сразу говорит, эй, есть тут хозяин. Он не говорит, есть я. Нет, нет я. Есть хозяин. Я просто выхожу от него. Вот я покажусь вам. Вот верхние миров, они так и выглядят. Они просто отражение Всевышнему в таком-то виде. В таком теплоту, в таком виде, в таком воображении. Но они просто отражение свято-всевышнего. Вы отличаете от нас. Поэтому, а? Поэтому Ребя продолжает. Вот и по-русскому языку, это находитца. В статус-двадцать седмия. Последнее. Но, говорит Ребя. Речь, когда мудрецов говорят, что Всевышний говорил, это не означает, что речь, которая у Всевышнего есть, он полностью похожа на нас. Когда мы говорим, мы отделаем от нашей речи, и наши слова уже не вернут. А у Всевышнего это недостаток. Нет. Его речь, это односторонний. Мы чувствуем себя отдельно, но он чувствует это, часть него. Это продолжение себя. И поскольку это продолжение себя, того, что нам кажется, что мы отдельно, это часть его сотворения. Он сотворил, и это чувство тоже. И он дальше продолжает. Вот это чудо сотворение, это он. Это не отдельно от него. И это похоже, говорит Ребя, на мысль, которую человек мыслит внутри себя. Или речь, которую человек думает, говорит внутри себя. Вот на это это похоже, да. Редактор субтитров, Вот это сложно понять. То есть речь, которую мы говорим, у Всевышнего мы характеризовали, мудрецов, характеризовали проявление Всевышнего, сотворение мира. В речи это похоже, состояние этих речев на уровень человечества, это как моя речь находится в потенциале. Я чувствую что-то. У меня возникают какие-то чувства, и есть скрыт внутренних объяснений этих чувств. Я могу, не могу еще выговорить их. Но есть внутри уже объяснение, что я чувствую, так же, как это, эти слова, они полностью растворены внутри мои чувства. Так же, речей у Всевышнего, он всегда находится в нутри, в Всевышнего, они не длинные, так же, как это, как это, так же, мюходес, дибуруем, ахшавты, шелакадошбуху, битахлеса иихуд. Уядинение, речей в Севишнему, и его мислей, полнастив внутринево, гам махар, шиоццо, дибури, сборхелапоян. Так же, после, проявление, садварьоны, бебриясо и ламес, муишо и мюходимой, коиден бриясо и ламес. Так же, как була, доса тварьоны, миров, воин шум шину, иклал, левонавис, борх, иникаких, вазницах, дляв Севишнему, элла, элла, бруи, המקаблим, хайусы, мебхинас дибуруиз борх, каму, есть разницах, толкак садварьоны, агав Севишнему, он неит разницах, бхинасы, циосы, агав Севишнему, агав Севишнему, аминубаш бухэмки, иллу, доврму вдол, имагусывац муусэзбурэх, агшинемшах, мэна изборх, кхмудибу, шина одуминавшим. Почему так? Почему, почему так должно быть с нами? Почему, что мы не почувствуем? Потому что, если почувствуем, мы перестали быть мы. Перестали. Это мы знаем. Какое у нас было отношение к этому войне? Это такое же самое. Мы были не боевые. Да нет, другое, скорее всего. Совершенно. Может быть и не было? Нет, просто другая. Другая совершенно. Другие причины, другие этого. Мы, наверное, возмущались по-другому, говорили по-другому, думали по-другому. Ты видишь иногда отношения между людьми. Мы можем, например, знать, что кто-то очень сильно презирает другое. Но они между собой общаются. Если бы второй знал, как он реально чувствует к нему, они не могли дальше. Это невозможно. Мир нашей состоится к тому, он функциональный благодаря того, что мы не знаем. что мы знаем, сколько нам комфорта, комфортно или нужно функционировать. Мы больше просто не знаем. Посмотрите в любой отрасли. В любой отрасли в жизни. Посмотрите в воспитание офицера в армии. Этот знает тактично, как ходить с группой 16 человек. Больше ему не надо знать. А второй должен знать уже, как и ты, 300 человек. И как он должен интегрировать с еще таких группы. Выше должен управлять разными группами. И понять тактику противника. А до того не надо тактику. Надо просто подчиняться того, что тебе говорят. А теперь надо понимать, как он думает. И отвечать ему заимствовать. Если нет, ты очень плохо управляешь своих полномочий. И выше, и выше, и выше, и выше. А потом в политику. Совершенно по-другому все смотрят на решение. Это уже не победит, не победит. Тактика такая другая. Это уже совершенно другой вид. То есть мы постоянно скрываем от кого-то что-то. И что-то говорим ему. Скрываем того, что ему будет очень плохо. Или у нас не получится по-другому. И говорим того, что мы хотим передать ему. Иначе, ну, нельзя так жить. Это тоже происходит от Всевышнего. Всевышний дал нам четко то количество божественности, которые делают нас такими, как мы есть. Почувствовать самоуверенность в себе. Чувствовать себя прежде всего. Искать наши нужды физические. И поискать высший через трудом. Поискать душу и душевного, и душевного, и божественно через большим трудом. И то не достичь много. Такое сотворение Всевышнему хотел. Как можно такого делать? Мы же говорили, что мы у Всевышнего частны в Него, внутри Него. Так как нам кажется так? Всевышний. Сделал всяких видов сжатый, всяких видов спуск к нам, который нам даст это чувство. Но это не значит, что это истинно. Это не истинно. Нам кажется так. Но для Него это не истинно. Для Него истина, что Он один. С нами Он один. Он такой же, как был до того. Вообще ничего не изменилось. Нам кажется по-другому. Но Ему так и не кажется.